Добрый день, дорогие друзья! Шавуа Том, хорошей недели! Мы начинаем наше изучение недельной главы Торы Вайшлах, новая недельная глава. Написано, в левое шлах, и отправил Яков посланников к брату своему Исау. И наши мудрецы говорят, Раши пишет. Брешет Тарабан, написано, что это ангелы, которые его встретили после того, как он ушел из Харана. Написано в конце главы В.Ц. Вышел Яков, и встретили его ангелы Всесильного, и он назвал это место Маханаевым. Вот Яков этих ангелов отправляет Кайсау. Где у нас такое есть? Аврагам лови Вайра отправляет Элезера за женой Ицхаку. И он говорит, что Всесильный пошлет своего ангела, и он увенчает успехом путь твой. все сработало, ангел помог. И прекрасно. Ривка была уже в стороне. как на ангелы, как женился, все хорошо. В данном случае Яков тоже заслужил у Всевышнего, отправил ангелов. ангелы вернулись, и говорят, что Исаф также идет тебе навстречу, и с ним четыреста человек. Наши мудрецы говорят, по тем временам это действительно армия. Это много, это большая армия. Написано, испугался Яков, и ему тесно стало. Ну, испугался, понятно, ну, допустим, испугался, дрожит, нет, ему тесно стало. Что значит, тесно стало? То впечатление, что тесно, это что у него Всевышний увеличил мышцы. То есть, такие мышцы, что у него и одежда тесная стала в нем. А где мы видим что-то подобное? Царь Давид, но еще не был царем, царем был Шауль. И вышел на бой с Израилем, вышел Гольят. Огромный человек, рост 6 локтей, это можно сказать, 3 метра. И говорит, зачем нам воевать с вами? Вы выставите богатыря, мы выставим богатыря. Кто победит, и на этом и закончим. вы нам будете рабами или мы вам? И никто не осмелился выйти против такого богатыря воевать. А будущий царь Давид, он был пастухом, небольшого роста, и он услышал, как он этот Гольят говорит ужасные слова за народ Израиля, еще и успевает имя Всевышнего порочить в первую очередь. Так, раз так, Давид говорит, давай я с ним сражусь. Как? Ты же молод, ты молод, как ты пойдешь, ты не можешь воевать. Я пойду, я со Львом справился. Так, у него не было военных доспехов, военные доспехи были у царя Шаула, а он был выше всех в Израиле на голову. Так, Давид пример эти вещи и вдруг они стали ему в пору, то есть Всевышний силу увеличил. Вот здесь тоже Яков понял, какие мышцы ему дал Всевышний. И что-то боится. Всевышний его укрепил, иди, ты нечего тебя бояться. Он боится убивать. Это братоубийственная война. Что значит убить родного брата? Он этого естественно не хочет. И поэтому Яков и молится Всевышнему. Он молится. Он делит народ на два стана. И решил он задобрить Исава подарком. И взял что у него было под рукой. коз 200 коз 20 овец 200 баранов 20 верблюдец с вербежатами 30 коров 40 быков 10 и ослиц 20 и ослиц 10 ну невероятно что это такое нашим мудрецам говорят он 20 лет был Лавана он заповедь десятину которую он обещал Всевышним он не выпал и теперь придется отдать Исаву есть такой комментарий Раша говорит а наши мудрецы отсюда выводят сколько раз надо спать с женой говорит я вообще не знаю как они это как они это определили очень трудно понять но то что я представляю он говорит человек который живет как мелкий скот который не работает вот праздный образ жизни ведет и у него по 10 самок на одного самца или бараны или козла то есть поэтому им нужно спариваться каждый день то есть человек который ведет праздный образ жизни он должен спать женой каждый день а человек который работает то пишется что он должен два раза в неделю а человек который погонщик ослов то раз в неделю а погонщик верблюдов раз в месяц а человек который моряк раз в полгода говорит вот они так вывели мудрецы из этого вот так то есть разобрал что бык допустим он работает то ему нужно 4 коровы не так как барану 10 допустим там а что касается почему дает эйсаву чистых животных в животных самцов с замками там допустим коров там и быков овец и барану и козы козлов этих дает самки с самцами без проблем а вот не кошерых животных не чистых то есть верблюд домашнее животное дает верблюдицы с верблюжатами а ослит с ослятами и не пишется что ослов и ослит что-то в этом есть наши мудрецы не комментируют смотришь думаешь если мы берем допустим оврагам посылает или из эра дает ему 10 верблюдов не пишется еще верблюдиц только казалось одних верблюдов а в другом месте написано что Иосиф присылает своему отцу на дорогу а слов 10 и ослиц 10 и те и те груженные разными товарами что это такое почему здесь ослицы с ослами а тут с ослятами и верблюдицы с верблюжатами и ни в кое случае нет и комментария на эту тему нет но впечатление от текста что кошерными животными Яков вообще дает понять что и сам ничего плохого не сделает вот сколько ты хочешь только размножать а что касается животных не кошерных он это по какой-то причине не делает впечатление что он держит какой-то контрольный пакет над животными которые нечистые какую-то что-то он в этом видит потому что Йосиф зная это дает понять Якова что это он что он ему доверяет и четко послает ослиц и ослов вот такое впечатление текстов складывается комментарии пока не нашел а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за понятия души Берта Бат Ицраэль Павел Бен Ефим Самуил Бен Герш Хай Малко Бат Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Валер Бен Григорий Яков Бен Нахум За здоровье Светлана Бат Лара Шимон Бен Ицхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Пер Бат Соня Сур Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен София Двой Работ Верия Моисей Бен Ева Ирина Бат Двоера Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Илья Бат Ита Фир Работ Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дам Бен Сара Татьяна Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рафель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Лер Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Мазл Параса Сгула Ирина Батури Орона Ребен Нри За хороший дух Орона Ребен Двойра Днис Бен Ахум Абигаль Бат Сара Хана Бат Аврагам Параса Ибрют Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха Параса Каванам Мазл То, что мы это время Не грешили Учили Тору Всем всего самого наилучшего И всем желаю Крепчайшего здоровья Пусть закончится Скоро эта война И до следующих встреч Надеюсь Состоится завтра В 15.30 Шалом